Валерий Кулешов Все, к чему готовилось, в итоге рассыпалось, потому что под впечатлением от концерта и от музыки вашего исполнения, это что, это вдохновение, это от бога или это мастерство? Обычно я все планирую заранее, когда занимаюсь дома, что я буду делать. Иногда много разных вариантов, перебираю, как бы мне хотелось, останавливаюсь на каком-то, как мне кажется, лучшем. Но очень часто бывает, что даже не очень часто, а практически всегда на концерте элемент спонтанности присутствует и хочется сделать именно сейчас что-то новое. Именно в этот момент приходит какая-то новая идея, пусть такая не глобальная, небольшая деталь, скажем, но которая как раз и создает вот эту живость этой музыки. То есть я играю ее не так, как я задумал точно, а уже живое исполнение. Я чувствую публику, я чувствую отдачу, и что-то меняется, и исполнение, мне кажется, тогда оживает. То есть зал, он влияет на ваше исполнение? Обязательно, да. Почему многие пианисты, например, не могут записываться в студии? Им нужна аудитория. Мне тоже нужна публика, но, к сожалению, тогда и какие-то потери происходят технические. Ну, сидишь в шестяном, например, костюме, жарко, да и волнуешься. Конечно, технические небольшие потери происходят. А публика, которая была на сегодняшнем концерте? Ой, замечательно. Замечательно. Просто вчера приехали в Лавру, и вечером поздно с приключением. У нас колесо пришлось менять, да, с Ленина? Вот. Но добрались. И вначале это ночная прогулка здесь с часу до двух, по-моему, мы гуляли. Ой, красота, тишина, воздух замечательный. И вот какое-то место для души просто замечательно. А и потом сегодня увидел зал. Красота. Рояль. Я боялся, что меня так испугали, что, наверное, прекрасный Больштейн. Что еще? Желать? А выбор программы, которую вы делаете для каждого концерта, он, понятно, что он не случайный? Нет. Не случайный. Я никогда, например, не буду играть то, что мне не хочется играть. Потому что мне кажется, что то, что не нравится, сыграть хорошо просто невозможно. Я вообще последние, может быть, лет 5-7 играю практически одну только русскую музыку. Это, я думаю, связано с тем, что я не так часто здесь бываю. Живем мы сейчас в Америке, уже около 13 лет я там работаю, в университете. И глубже я чувствую теперь русскую культуру. Мне хочется... Я читаю больше. Я читаю и духовную литературу, и историческую литературу. И, естественно, мне захотелось играть именно русской музыке побольше. И чтобы, конечно, знакомить американскую аудиторию с нашей музыкой, которую они, в общем-то, не очень хорошо знают. Известны только какие-то популярные концерты Чайковского и Рахманинова, а, скажем, многие вещи тех же композиторов просто не знают. Поэтому я просто играю, действительно, вот все переиграл. А я думаю, еще вот сыграл тот фактор, что я довольно поздно пришел к Вере и крестился я довольно поздно уже, так в зрелом возрасте уже. Мне там было около 30, наверное, уже лет. И вот, наверное, вот через вот эту вот религиозность я приобщился и к русской культуре, и русский как-то и характер сам русский стал раскрываться тут. Меня почему-то всегда тянуло в церковь. Всегда. Но я боялся туда прийти, потому что я не знал, что там происходит. Я не знал, что я там буду делать. Вот что, сейчас вот открою дверь и... Ну, я действительно не знал. Вот пришлось мне почитать, порасспрашивать. Теперь более-менее я ничего. Владимир Горовец, Ваш, ну, такой духовный настанет, то есть вы получили благословение от мастера. Да. Я поехал на свой первый конкурс. Это конкурс имени Бузони в Бальцана. Проходил он в 1987 году. И вот на этом конкурсе я играл как раз несколько обработок, две обработки Владимира Горовица, вот этого знаменитого легендарного пианиста. Две его обработки, которые никогда не были опубликованы, потому что он никогда не публиковал их, а они существовали только в записях в его исполнении. Мне захотелось очень сыграть, они очень виртуозные были. И я просто их записал сам по слуху, использовал при этом всяческую там старую технику эту нашу, замедлял скорость на магнитофоне, чтобы услышать там, что если очень быстро, что наверху делается. Конечно, менялась вся тональность, переходило сюда все, но зато становилось медленнее, и можно было записать успеть. И вот я играл эти две обработки. Это был «Свадебный марш Мендельсона» и «19-ая рапсодия Листа». в обработке Горовица. А записывал на этом конкурсе продюсер Горовица по записям. И он каким-то образом потом дал это все послушать маэстро, после чего он мне передал письмо для меня, что я не помню как точно, но уважаемый там мистер Кулешов, я прослушал ваши мои неопубликованные транскрипции вашим исполнением, и не только восхищен, но также поздравляю вас с тончайшим слухом и громадным терпением, которое вы затратили на запись ноты за нотой этих неопубликованных транскрипций. Примерно такой текст был. А через два еще года в Москве организовалась фирма записывающая, и они меня пригласили записать, я записал диск там, после чего они меня позвали на презентацию этой фирмы, которая проходила в Нью-Йорке. И вот когда я туда приехал, я встретил этого продюсера, он был на этой презентации, и он сказал, «Вы хотите встретиться с Горвицем?» Я говорю, о чем разговор? «Конечно, я могу устроиться, это я сейчас позвоню». И он позвонил и договорился, и на следующий буквально день мы поехали в Горвицем такси домой. И мы поднялись там по лестнице на второй этаж, где был его концертный рояль огромный, и большая очень комната, и он сидел так на диванчике на таком. Перед ним был столик, на столике лежал мой буклет конкурсный, где с программкой, что я играл именно его сочинение. Я его поблагодарил, что он смог меня принять в себя. Такая небольшая пауза. Он говорит, у меня, между прочим, вот здесь рояль есть, если хотите, можете поиграть. Я говорю, мистер говорит, что вы хотите, чтобы я вам сыграл? Все, что угодно, только не модерн. Я говорю, можно я сыграю ваши обработки? Да, пожалуйста. И я сыграл что-то, вот Кармена я сыграл. После того, как я сыграл, он немножко так оживился, повеселел. И вот здесь я сказал, что, наверное, я играю там неправильные ноты. Это я сделал, значит, так, по слуху, и у меня было не очень хорошего качества записи. Он говорит, нет, нет, вы играете абсолютно верно. А не могли бы сыграть еще свадебный марш? Я сыграл его, его же обработку, потому что он сказал, я там нашел очень хорошие гармонии, но я сейчас их не помню. Не могли бы вы мне напомнить, я их не записал и забыл. Я сыграл, значит, это все. После чего он говорит, пожалуйста, еще что хотите. Я говорю, ну, давайте, можно? Я тогда очень увлекался Шуманом, и я попросил послушать его «Карнавал Шумана», но он идет почти полчаса, и Владимир Горец сказал, ну, нет, это очень длинно, иначе я не успею. Ну, сыграйте немножко. Я сыграл несколько пьес моих любимых, прямо из серединки даже. Он меня остановил, когда я сыграл три пьески оттуда. Сказал, вы понимаете, вы играете немножко это все как марш. Здесь надо, значит, больше красок. Если хотите, я вам могу показать. Он сразу встал, сел за рояль, и вот начал там показывать, и вот я помню даже, он мне как-то сказал, что вот в этом месте даже надо пошалить педалью. Это там, где тянущаяся нота, и меняется гармония, и если пошалить педалью, то есть ее поменять, и левую руку сыграть тихо, то та нота, которая тянулась до этого, она запоет. Вот это он называет пошалить педалью. То есть поменять педаль, но пошалить на самом деле левой рукой просто. Тише ее сыграть, и тогда зазвучит взятая ранее нота. И много чего в таком духе он мне говорил. Это было очень интересно, очень интересно. Потом он разыгрался, начал уже сам играть. Это проходило где-то около часа все. Потом он встал и сказал, ну, я вас приглашаю там, если хотите, со мной покушать кашу. На ночь, это было уже часов в 9 вечер, ел там кашу какую-то. А хотите, можете посидеть здесь и поиграть. Потом он мне сказал, уж прощаясь, сказал, что если хотите, я буду с вами заниматься бесплатно. Оставайтесь, вам надо только найти, где жить. Мне надо 3-4 месяца научить вас краскам. Ну, музыкальным, краскам. Конечно, никакой возможности остаться совершенно не было, потому что виза была всего на неделю у меня. И не было ни денег, ничего. Я приехал домой, вот Катя, моя жена, там рассказала это ей все. Она говорит, так, ну надо сейчас срочно искать возможность какую-то. И мы нашли такого спонсора. На том же конкурсе, где я играл в Италии, я получил вторую премию, но золотую медаль. Это была специальная золотая медаль с таким вот силуэтом там бузони, очень красивая. И это подарила мне женщина, это ее такой специальный приз учреждался. То есть она сама смотрит, кому она его вручит. И вот она согласилась мне помочь, нашла место, где жить, оплатила даже это все. Даже дала мне какие-то наличные деньги. Купила билеты с открытой датой. Я был у Горовицы, это было в апреле. А в сентябре и в начале октября у нас была большая гастрольная поездка с Юрием Темиркановым и Мэрисом Янсенсом, с дирижерами, и с Петербургским оркестром в Японию, длинная такая, на месяц. И мы решили, что вот после этой поездки как раз мы организуем там все с Горовицем, чтобы я мог поучиться у него. Ну, мы поехали к Катиным родителям зачем-то там, там заночевали, а наутро слышим вот мама Катина ой-ой, что-то по телефону, что-то вскрикнуло так. Оказывается, кто-то позвонил, узнали, что по радио, что Горовиц умер. Вот так я, конечно, очень тяжело это все пережил. Ну, очень, даже скорую вызывали, я помню, мне даже какой-то коктейль такой сделали, непонятно что там, такой крепкий, валерьянистый такой. Валерия, а как вот научиться краскам? Что значит научиться краскам? Как расцветить музыку? Ну, это все, я считаю, это все тренировка, на самом деле, ушей. Это надо слышать самому, внутренним слухом, потому что это самое сложное, слышать себя. Потому что иногда я, бывает, играю, кто-то записывает, и мне казалось, великолепный концерт был, потом послушай эту запись, ой, и становится стыдно, как я плохо играл. Это вот означает, что не было достаточно внутреннего слуха. То есть уши не включались. В основном пальцами играл. Вот, видимо, самое главное, что значит краски, это чтобы в голове возник звук какой-то, какой ты хочешь получить, чтобы он уже был в голове, буквально там за секунду до того, как ты это извлечешь. И тогда пальцы слушаются. А если они механические, то это вот обычно бескрасочная игра такая получается. Вот многие, особенно молодые пианисты, этим как раз грешат, потому что сейчас технический уровень очень возрос, и поэтому пальцы бегают здорово. Особенно сейчас у азиатских пианистов. Ну, не только, вообще музыканты, скрипачи и все. А какой-то, не то что культуры музыкальной, но можно и так сказать, не хватает. Ну, это, конечно, обычно с возрастом, ее никогда, конечно, не хватает. Если, ну, Горовиц, он был Горовиц, в 20 лет он интуитивно играл, ему Бог это дал. Он не был интеллектуальным пианистом, он не анализировал музыку. Он играл, как слышал. А слышал он великолепно, потому что ему это было дано. Скажите, вот вы живете в Америке. Вас упрекают в том, что вы там играете для того зрителя, а не для нашего зрителя? Нет, ну, просто говорят, как жалко, что вы так редко, только раз в год бываете в Петербурге, например. Ну, никогда нет, меня не упрекают. А вы чувствуете себя миссионером там, в Америке, играя русскую музыку? Конечно. А как же? Да. И я даже, я помню, в Калифорнии я играл, целый концерт был русской музыки, а во втором отделении я сыграл, по-моему, наверное, романсов 10, так, Рахманинова. И, ну, замечательно принимали. Вот как раз в обработке Эрла Вайлда, который я сегодня играл, это американский пианист, кстати, американец, сделал великолепно в стиле Рахманинова. Самбо Рахманинов, я думаю, ему бы понравилось. И совершенно свободно. И я там играл, но я услышал там какие-то две старушки, они, «Ту мачь Рахманинов, слишком много Рахманинова». Ну, им просто непривычно, а потом они не знают романцев, мы-то знаем Рахманинова, а они не знают, может быть, я действительно перегрузил немножко на целое отделение сделал, может быть. Но он ничего, зато узнает. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok